Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты в эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Вот уже несколько дней в музее путешественников работает выставка «Антарктическая экспедиция». В нашей студии ее автор, член Ярославского областного отделения Русского географического общества Алексей Гриднев. Работа там представлена 50, около 50. Что положило ей начало? Начало ей положила дружба между Рязанским и Ярославским отделениями Русского географического общества. Завязалась дружба. Представители Рязанского отделения географического общества были в Ярославле во главе с Михаилом Георгиевичем Малаховым. И заключили официальный договор о сотрудничестве, взаимопомощи, наверное, о ненападении между двумя отделениями. Они привозили в Ярославль выставку «Русская Америка». И первым, наверное, ответным шагом таким и явилась вот эта фотоэкспозиция ярославская в Рязань. Почему она? Ну, первое, потому что дружба между отделениями. И второе, значит, это выставка об одной из антарктийских экспедиций, еще советских, в которой участвовали авиаторы, авиагруппа. Мы представляем выставку о работе авиации в антарктийских экспедициях. В которой участвовали авиаторы из Ярославского и Рязанского тогда еще авиационных предприятий. Ну, так что тут две причины. Дружба между отделениями и воспоминание об участии рязанских и ярославских авиаторов. Кроме того, той экспедиции сейчас исполнилось, исполняется, точнее, 30 лет. Она была 85-86 год, вот 2015-2016 год, как раз вот 30 лет, как тогда совершалась эта экспедиция. Но ваши путешествия начались тоже не на Земле, а необычным образом, да? Вы осматривали нашу планету с неба, а вы сами работали в авиации. Расскажите немножечко о себе нашим телезрителям, пару слов. Ну, о себе, да. Я инженер гражданской авиации. И, в общем-то, всю сознательную жизнь проработал в гражданской авиации. На различных инженерных должностях Ярославского авиапредприятия. От рядового инженера до руководителя инженерной авиационной службы, заместителя генерального директора авиапредприятия. Когда вы стали путешественником-любителем или, может быть, уже профессионалом? Ну, вот это путешествие, о котором сейчас речь, это работа. Это не любительское путешествие, а это работа. Это участие в рядовой, на тот момент, антарктической экспедиции. В качестве, скажем так, рядового ее участника. А что запомнилось оттуда, чтобы воспоминания какие-то живые были? Потому что вы смотрите на фотографию, вы сразу, у вас живая картинка перед глазами, чтобы наши телезрители тоже это увидели. Ну, телезрители пусть подойдут в музей путешественников и посмотрят эту экспозицию. Был какой-то необычный трудный день, потому что каждый поход, он, в общем-то, в своем роде сложен по-своему. Были моменты различные, трудные. Но сейчас со временем это вспоминается, в общем-то, скорее как приключения, и что больше запомнилось. А так, ну, сами понимаете, условия вообще-то необычные. И далеко это, и случаи различные были. Ну, например, значит, наша цель была, это авиационное обеспечение антарктических экспедиций. В конкретном случае здесь речь идет о сезонной станции, как они назывались базами. Сезонной базе «Союз», так она называлась, база «Союз» в Восточной Антарктиде. Ну, скажем так, если карту Антарктиды представить между молодежной и мирным станциями, и большими на тот момент, расстояние около 2000 километров, а это где-то посередине, около 1000 километров и километров 200 от берега в глубину материка. Там перспективный район для работы геологов, геофизиков. Ну, сами понимаете, что они там и должны искать, и искали. А наше дело обеспечить все их работы. И экспедиция начинается, она в Антарктиде, она, в общем-то, действует, продолжается. Это ради чего она собиралась. А начинается она еще с большой земли, с подготовки самолетов, вертолетов, подготовки базовым отрядом подмосковный, мячковский отряд на тот момент, подготовки их, перетранспортирование их в порт отправки, это в Ленинград на тот момент, консервация, разборка, консервация, перевозка в морской порт, загрузка на судно, опять консервация, крепление, доставка в исправном состоянии до Антарктиды. То есть вы привыкли жить с чемоданом, ну или рюкзаком рядышком, да? Ну, да, в общем-то, вся работа авиационная, она подразумевает не домоседство, а, да. Вот о передвижениях наших путешественников рязанских мы знаем хорошо. Чем занимаются сейчас ваши коллеги? Ну, с того времени, с тех времен авиация претерпела тоже масса изменений, и род работы изменился. Да, остались какие-то работы в Антарктиде, но значительно меньше, чем в советское время. Ну, мы сейчас, я думаю, обсуждать не будем, я не совсем в теме, что там, вот. Ну, к сожалению, авиация не та, и работа уменьшилась, и авиация. А так, те коллеги, кто работает в авиации, тем же и занимаются, чем мы занимаемся всегда. Нефтяников, геологов, трубопроводы. Много работают в заграницах, в странах Африки. Куда вы отправитесь из Рязани? Пообщавшись с коллегами, отправимся домой в Ярославль. Чем будете заниматься? Тем, чем я занимаюсь, работать в обычной деятельности, работая в спортивной школе. Расскажите немножечко об этой сфере деятельности, потому что, смотрите, как получается, есть одна веха жизни, есть вторая, но всех объединяют вот такие необычные вещи. Вот случилась, да, одна фотография какая-то, положила начало настроению, и появилась выставка. Можно что сказать, с фотоаппаратом я дружил издавна, так сказать, всю жизнь, начиная со студенческих времен. А характер работы такой, ну, передвижной, мобильной, вот, он, в общем, фотоаппарат я брал с собой, он был со мной всегда. Поэтому он и в антарктических экспедициях со мной был. Ну, помимо экспедиции были, ну, какие-то поездки в отпуск, там тоже путешествия, ну, то любительские путешествия, там, лыжи, лодки, байдарки. А вы вообще за экстрим? Ну, как, в разумных пределах, да, конечно, да. Ну, я, нельзя сказать, что я экстримал, но есть вот экстрим, там, Малахов Михаил Георгиевич, там, Конюхов всем известный, тут ничего не скажешь. Нет, я не в разумных пределах. Вы наблюдаете за молодежью. Есть уже достойная смена, смотрите, видите? Да, но если мы этим занимались по работе, то сейчас они этим занимались, возможности изменились, у многих они расширились, вот, и, в общем-то, молодежь этим воспользуется. Но это, опять, это разные путешествия. То работа была, работа, а то путешествие, ну, не знаю, из интереса, там, просто. Но не у всех рабочие поездки становятся поводом открыть выставку. Знаете, сколько журналистов ездят по разным точкам, и, тем не менее, нет таких фотографий, значит, есть что-то особое? Не у всех журналистов, вот, все мы помним журналистов Василия Михайловича Пескова, на непокойную, царство небесное. Ну, где бы он ни был, он отовсюду возил и письменные, и фотографические материалы. Что бы Вы пожелали рязанцам, которые придут на выставку, или, в принципе, задумываются о том, чтобы собрать чемодан и отправиться в какую-нибудь дальнюю точку, пока еще, может быть, малоизвестно? Ну, рязанцам, пусть посмотрят, пусть посмотрят выставку, тут я что бы пожелал. В общем-то, цель этой экспозиции еще и, в общем-то, так сказать, расшевелить подзабытые странички не такой давней истории, вообще-то. Вот, в Арктику Россия стала возвращаться, начинает возвращаться. Все мы видим в средствах массовой информации, в телевидении, за Арктику взялись. Но ведь много труда положили наши... Да, кстати, в этом году 60 лет советским антарктическим экспедициям, постоянным. Это 1955-56 год, первая экспедиция. То есть, тут сошлось 60 лет экспедиции советским, ну и далее продолжение российским, антарктическим. 30 лет вот этой совместной экспедиции, ну, назовем ее Рязанской-Ярославской. Ну и, как член Русского географического общества, не могу не сказать, что 170 лет Русскому географическому обществу. Исполнилось в августе прошлого года, то есть, это еще год 170-летия. Вот, еще 171-го нет. Вот, и, в общем-то, хотелось расширить ситуацию и как-то так поднять интерес к этой странице истории, к освоению, к изучению вот такого далекого этого континента Антарктиды. Спасибо. Передавайте от нас привет своим ярославским коллегам. А мы с нашими телезрителями прощаемся. До новой встречи в эфире. Путешествуйте больше и не забывайте фиксировать свои впечатления на пленку.